Здравствуйте! Продолжаем эфир Первого городского телеканала. Вы смотрите программу из первых рук в студии Асель Арыстангалиева. Сегодня в студии руководитель Палаты предпринимателей Актюбинской области Бигбаова Дана Бахытовна. Здравствуйте! Асель, добрый день! Хорошая у нас сегодня с вами встреча должна получиться, потому что очень интересный информационный повод. Если я правильно поняла, при Палате предпринимателей будут открываться отраслевые советы. Асель, вы знаете, они как бы уже работают у нас, мы просто сейчас доформировываем. Почему я даже вот сегодня прям такая главная новость для меня и для всей нашей страны, выступление президента в парламенте о том, что он вновь напомнил, что двигателем экономики и рынка труда все-таки является малый и средний бизнес. И, к сожалению, мы до сих пор не выработали правильные меры поддержки, чтобы они развивались. Мы понимаем, да, бизнес работает, значит, есть налоги. Если есть увеличение налогов, значит, наша жизнь более комфортная. И в связи с этим я призываю предпринимателей, да, все-таки вступать в эти отраслевые советы. Почему? Потому что это наш постоянный орган, который действует постоянно, консультативно, совещательный, где мы вместе с бизнесом. Кому как ни бизнесу знать, какая ему мера поддержки нужна, да, мы должны с ними обработать все проблемные вопросы и дать предложения. То есть правительство готово, государство готово, пожалуйста, давайте. И мы теперь должны эти снаряды просто вовремя, правильные снаряды, правильного калибра, да, подавать. Кстати, да, вот сейчас, когда читала дневной выпуск новостей, в том числе говорила о новостях спорта, даже здесь затрагиваются рекламодатели, меценаты, в том числе и бизнес. Потому что строительные сооружения очень много, говорит он, в том числе и в сельской местности, но необходима поддержка и, опять же, бизнеса. Но когда вы говорите о бизнесе, вы думаете, конечно, масштабно и глобально, вы думаете об экономике страны. Когда мы, обыватели, говорим про бизнес, мы говорим о создании новых рабочих мест. Это работа, это семейный бюджет, соответственно, значит, все должно быть хорошо. Да, да, совершенно верно, да. Вот касаемо отраслевых советов, цель какая? Отраслевые советы, давайте простыми словами, да, более трех тысяч обращений, да, вот я говорила, две-три тысячи обращений в год принимают только палаты Октюбе. Вопрос, там, у меня сейчас проблема такая, бизнес задает, я не отраслевик, правильно, я просто консолидирую. Нам нужны вот эти отраслевые советы, чтобы мы консолидировали и рассмотрели эти проблемы там. Потому что у какого-то бизнесмена, он сталкивался уже с этой проблемой, он сразу дает решение, тебе надо так-то, так-то. Либо, о, ребят, это системная проблема, не только наши области, не только даже города, районы, это уже не только Казахстан, как это возможно. Мы там за пределами, тогда мы вырабатываем предложение, механизм. Я же вам тогда говорила, в какой закон, в какой правовой нормативный акт внести изменение, какое должно обслово, какая должна быть запятая. Понимаете, вот для этого нам нужны сейчас отраслевые советы. Чем больше предпринимателей будут участвовать в этой работе, тем экономика нашей области будет расти. Потому что, я же говорю, все зависит от бизнеса. Опять же, самое важное, что именно к вам в палату предпринимателей, да, в региональную стекаются все запросы, вопросы, проблемы, жалобы. И, соответственно, вы как-то должны их решить. Поэтому очень будет удобно и правильно, если их расформировать по отраслям. По каким вот отраслям будет распределение? Знаете, мы же все-таки посмотрели, да, наш ВРП, баловый региональный продукт, какие отрасли большую долю имеют, какое количество субъектов предпринимателей в этой отрасли работают. Мы выделили, по крайней мере, сейчас первые шесть, да, это отраслевой совет индустрии, самое главное, отраслевой совет аграрно-промышленного комплекса, отраслевой совет торговли и услуг, отраслевой совет строительства ЖКХ и энергетики, отраслевой совет будет по логистике и транспорту. То есть, если бизнес сейчас говорит, что нам нужны еще отраслевые советы, пожалуйста, будем открывать столько, сколько нужно. Главное, чтобы эти органы, они прям реально принесли какой-то эффект. То есть, создать-то можно, работать, главное, качественно. Я единственное видела в социальных сетях, когда собирались руководители строительных холдингов. Вот у них, видимо, тоже обобщенно, отдельно, да, они решают свои проблемы, вопросы. Или это в рамках тоже совета они работают? У нас текущие были комитеты, да, где у нас, например, был комитет строительства, и там были строители. Я, например, вот сейчас пример такой вам приведу. Логистика. Логистика, да. И вот у нас сейчас проблема по логистике. Сами слышали, что не хватает ни вагонов на железнодорожном транспорте, автомобильным вот этим вот перевозкам не хватает дозвола, как таковые вот их мы их называем. Условно, Латвия выпускает 5000 дозволов, соответственно, Казахстан должен 5000. По-октюбинску дают, условно говорю, сейчас нужно будет 1000 и там 100. Нам не хватает. Соответственно, если нам не хватает их дозволов, наши предприниматели не могут привезти, например, тот же товар или какую-то запчасть на свое оборудование. Окей, не хватает. Что мы делаем? Естественно, бизнес начинает искать какой-то выход. Увеличивается стоимость перевозки. Соответственно, увеличивается стоимость продукта, который мы с вами потребляем. Эта цепочка, они все взаимосвязаны. То есть не надо говорить там, это вот только, например, хлеб выпускать, и почему цена такая. Нет, там очень много отраслей вместе связаны. Главный вот этот итоговый момент, да, что мы покупаем по дорогой цене и лишь зависит только вот от того момента. От какого-то там, от какого-то документика, например, я говорю. Какого-то административного барьера. Маленькая деталь. Да, маленькая деталь, она потом вот так вот под цепочки проходит. Еще один такой момент. Шесть будет советов, получается, да. Но вот если есть желающие, которые хотят вступить по сферам, опять же, деятельности, они документы какие-то предоставляют? Или одного желания, наверное, мало? Нет, нет, нет. Ну, как-то, скорее всего, это нужно подтвердить, что компания действующая и осуществляет свою деятельность не менее трех лет. Самое главное. Потому что, ну, три года достаточно уже, чтобы сформировать опыт, да, свой какой-то практически, где ты можешь уже разбираться в своей отрасли. Ну, естественно, не быть на грани банкротства или какие-то реабилитационные, чтобы процедуры не проходили. Могут принять участие, войти членом отраслевого совета как директор, руководитель компании, так же акционер либо учредитель. То есть там неважно, главное, чтобы человек в этой компании работал, какое-то имел отношение. Ну, практически все. То есть и эти документы, ну, там есть справка о несудимости, в принципе, она доступна же, и цифровая услуга. Вот. Потом есть комиссия, которая будет рассматривать. В комиссию входят бизнесмены, члены регионального совета, депутаты, общественные деятельности, журналисты, чтобы это было прозрачно, чтобы это все будет освещаться у нас на всех пабликах, которых мы, пожалуйста, можем разместить все открыто. Пожалуйста. Мы уже стартовали, то есть срок у нас 30 дней. Мы с понедельника стартанули, с 27 марта до 27 апреля мы принимаем документы. То есть получается еще пока есть время, да, в течение этого месяца они могут подать документы, включительно до 27 апреля. Рассмотрение в течение какого времени будет, то есть результаты, решения? После этого срока, 30 дней, мы озвучим, кто все-таки будет. И потом уже члены отресливого совета имеют право, как скажу, давать так, модное слово, баллотироваться уже членами регионального совета при палате. Итак, вопросов достаточно много. Вот вы привели в пример логистика. Мне кажется, логистика, она в период карантина вопрос стоял остро. И вот в последнее время, да, в связи с политическими событиями в стране и в мире, логистика, она такая достаточно. И здесь, когда будут пути решения, и в данном случае, когда здесь на местном уровне будет решаться, мне кажется, это тоже очень хорошо. Да. Президент сегодня еще раз отметил, что ядром должны стать предприниматели, которые сами себе сделали, без всяких административных ресурсов, которые талантливые, у которых есть идеи, которые готовы помогать развивать эту бизнес. Вот это ядро нам нужно. Понимаете, вот, ну, конечно, ставят акцент на молодых. Давайте там, у нас какой молодой возраст был? До 29, сейчас 35, ну, мне, например, 46, но я все равно чувствую себя молодой, да? Ну, как бы, иногда говорят, не молодая. Вот именно это ядро нам нужно. И я прям призываю, чтобы наши предприниматели все-таки вступали в отраслевые свои, в наших руках. Я подчеркиваю, девятая территория в мире Казахстан. Девятая по нашей территории. Первая область в Казахстане, Октябрьская область. То есть, я же говорю, повторяю, у нас ресурс земля, у нас есть талантливые люди, у нас есть идеи, и только вперед, только работаем, и все. В рамках утренней программы мы с вашим коллегой говорили о проектах. И я говорила о том, что, да, когда ты живешь ближе к городу, да, в черте города, либо в близлежащих районах, конечно, удобнее, быстрее получаешь информацию и так далее. Как быть с людьми, которые проживают в районах, и те же бизнесмены, предприниматели, которые, ну, чуть далее, за, не знаю, дальше, конечно, от города, как с ними быть? То есть, затрагиваются ли они, могут ли, опять же, получить? Да, там мы формируем, как наряду с отраслевым советом, мы формируем районные советы. Это постоянный рабочий орган уже регионального совета. У нас, вы знаете, в каждом районе есть свой филиал, свои представительства. Предприниматели этих районов могут сдавать такой же перечень документов, там, единственное, будет еще один документ, программа, да, кандидатов, члены районного совета. Что он хочет, что улучшить, какие проблемы решать. Все это также 30-дневный срок до 27 апреля будет рассматриваться, и сформирован будет районный совет, который это такой же, ну, такой же орган, понимаете, очень сильно, но уже в районе. Вы имеете в виду программы, какие у нас там еще есть? Да, вот что будет входить? Поддержки бизнеса? Да. Ну, вы слышали Аула Мана. Есть программа, которая работает. Президент сегодня еще раз отметил, что вот именно развитие аграрно-промышленного комплекса, оно необходимо нам. И эта программа. Я вам говорила, Мана город Хромтауна, сейчас отдельная программа, да, специально там финансирование без отраслевых ограничений бизнеса под 3% годовых. Мы скоро поедем в Хромтау с компанией Эрджи, которая являлась инициатором этой программы, и будем уже разъяснять там. То есть уже стартанула эта программа, уже есть заявки, одобрены, поэтому тоже призываю предпринимателей участвовать в этом. Ну и что еще? Есть программа, мы говорили с Владимиром Михайловичем как раз по программе «Комфортная школа». Это тоже достаточно большой проект. Да, это национальный проект. Это мы должны 400 школ за 2 года построить по Казахстану. Как Самрук говорит, ну и вообще, что уникальная программа, в мире никто не строил столько школ. Поэтому наши предприниматели сейчас, которые занимаются производством мебели, производством строительных материалов, строители, они должны все-таки участвовать в этой программе. Не должны все-таки, они уже участвуют, изъявили желание. Прошла ярмарка в Астане, поэтому сегодня уже мы начали работать. Национальная палата делает очень большую работу в том плане, что и по республике палата предпринимателей региональная достаточно тоже много делает, в том числе и в плане информации. Как бизнес откликается? Есть, конечно, люди амбициозные, есть люди, которые, да, готовы помочь. Но есть ли те, которых необходимо немного растормошить? Или 50 на 50? Знаете, кто знает о томикен, тот прям пользуется всеми его инструментами. К сожалению, микробизнес, он не знает еще, не все знают, что такое томикен. Они варят со своей кашей, ну он открыл шиномонтажку, да, простыми словами. И он не знает, что у него надо вот это так сделать, вот это так сделать. Вот это у него есть преференции здесь, он может обратиться за помощью туда. Да. И я призываю, все-таки микробизнес у нас сейчас немножко как бы отошел. Я призываю их, они еще боятся выйти из тени. То есть наша задача же не только там помогать и развивать, нам же еще обелить всех надо, чтобы из тени все-таки надо выходить, чтобы они в полной мере могли пользоваться всеми господдержками. Здесь ничего страшного нет. Ну, к сожалению, немножко есть такое понятие у нас. Ну, стараемся. Я надеюсь, что с помощью вашего телеканала все-таки нас услышат и поверят, и что есть такие инструменты, которые могут помочь. Которыми не только можно, но и нужно пользоваться. Нужно пользоваться обязательно, конечно. Спасибо огромное за сегодняшнюю беседу. Я напомню, что сегодня в студии была директор региональной палаты предпринимателей Бигбаова Дана Бахытовна. Сегодня говорили об отраслевых советах, которые будут еще более активны. Поэтому и говорили о том, что вступить в них можно, подав заявку. До 27 апреля есть еще время и возможность. Но на этом наша программа завершена. Если вы полностью не успели послушать наше интервью, вы сможете найти его на нашем YouTube-канале. Всего доброго. До скорых встреч. МТО КТП